друзья всех приветствую на торговой сессии среды мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях и о том что происходит на финансовых площадках сегодня у нас день инфляции сразу индекс потребительских цен еврозоны канады и англии особенно будут интересные данные по английской экономике потому что мы в одном шаге буквально завтра состоится заседание британского регулятора который изначально нас интересует поскольку мы рассчитываем увидеть конкретные изменения монетарной политики в виде снижения процентной ставки увеличение программы количественного смягчения как это повлияет на британскую валюту я думаю что мы вполне можем лицезреть развитие мощного медвежьего импульса и то что продавцы сохраняют свои позиции сейчас на площадках в динамике фунта четко прослеживается посмотрите как пресекаются все попытки покупателей вернуть пару фунт доллар даже к отметке 1.28 продавцы наваливаются на этот актив и мощная нисходящая динамика в рамках очень коротких периодов времени вчерашний день а стоил опять же покупателям больше 100 пунктов и сейчас несмотря на то что мы находимся рядом с важным уровнем 1.25 котировки 1.2560 я все равно друзья уверен то что есть очень высокая вероятность дальнейшем наблюдать за развитием более выраженной нисходящей динамики с целью попали фунт доллар на уровне 1.20 ну ладно во всем по порядку давайте начнем с рынка нефти 40 18 сейчас по бренду перехватили покупатель инициативу у продавцов и вроде бы как раз мы закрепились выше 40 долларов за баррель сейчас снова заманчиво заходить длинные позиции друзья если вы держите короткие позиции на основании тех фундаментальных факторов и вводных сложившихся ранее на площадках я в принципе на вашей стороне я считаю то что бренд WTI по-прежнему сохраняет потенциал для развития более значимой скажем нисходящей динамики поскольку мы все еще продолжаем работать с риском вероятности повторной вспышки коронавирусной инфекции зачем могут последовать новые меры по борьбе с собственно эпидемией это карантины это закрытие в том числе предприятий и границ конечно же это самый негативный сценарий но пока что не стоит недооценивать риск того что он может начать притворяться в жизнь потому что как бы это прискорбно не звучало но действительно есть случаи выявленных заболеваний в тех регионах которых вроде бы как корона вируса удалось победить а в некоторых странах и вовсе фиксируются рекордные показатели по дневному приросту количества заболевших здесь делается акцент на сша и китай мы будем следить за тем как обстоят дела дальше но даже без этого друзья если мы попробуем крупными мазками зайти на рынок нефти и оценить спрос и предложение есть база фундаментальная это прогноз и отчет международного антического агентства который был опубликован накануне так вот они ожидают восстановление спроса только лишь к 22 году вчера вышел отчет по запасам от американского института нефти запаса выросли на 3 8 миллиона и мы друзья по традиции ждем прироста из статистики со знаком плюс и от администрации аналитической информации сегодня в 17 30 выйдет этот релиз на прошлой неделе данные по запасам смогли оказать поддержку продавцам я допускаю что нечто подобное может произойти и сейчас поэтому я на стороне друзья тех кто сейчас нефтянку продает но в то же время отмечу что мне больше интересно сейчас отыгрывать потенциал снижения цен на нефть через канадский доллар и наверняка вы знаете что я пару доллар канадец покупаю сейчас котировки 1 35 34 делаю это не только потому что верю в снижение цен на нефть ну и еще очень неплохо складывается фундамент по доллару если опять же вспомнить вчерашние данные по роничным продажам и вычленить из общих заявлений паула в банковском перед банковским комитетом отдельные заявления о том что восстановление американской экономики уже идет полным ходом из других активов евро против доллара 1 1269 сегодня данные по инфляции выйдут в принципе мы рассчитываем и знаем точно что инфляция будет оставаться под давлением это из-за все-таки последнего обвала цен на нефть есть довольно растянутый временной лаг который бьет по основной индикации инфляции это временной лаг может длиться полгода со времени последнего спада цен на энергоносители то что сейчас индекс потребительских цен находится в районе нулевой отметки по еврозоне это там доказательство но и кроме того базовые значения тоже сейчас находится на низких уровнях это следствие того что потребительская активность еврозоне по-прежнему оставляет желать лучшего я европейской валюты сейчас не торгую друзья но если вас интересует все таки что может произойти с евро против доллара здесь можно посматривать на индикатор рыночных настроений и несмотря на распродажи европейской валюты накануне и в принципе сохраняющейся волатильности по-прежнему перекоса на стране тех кто делает ставку на сел и перекоса по кайману довольно существенный сейчас 75 процентов всегда в шортах и 25 в покупках это как минимум указывает на то что есть еще вероятность того что евро доллара может сходить выше я предпочитаю сейчас работать с другим не менее интересным рисковым инструментом в скажем вот этом дублете евро доллар и фунт доллар фунт против американца британская валюта интересно потому что завтра заседание банк англии мы продолжаем копить статистику она все хуже начиная с пятничных данных по ввп промышленному производству вчера вышел отчет по рынку труда заявки на пособие по безработице обратились подали их более чем полмиллиона человек это практически в два раза выше прогноза темпы роста заработных плат продолжают снижаться сегодня инфляция которая также разочарует уверен то что общий индекс потребительских цен окажется хуже чем значение прошлого месяца и завтра у британского регулятора будет все чтобы снизить ставку и увеличить программу количественного смягчения насколько друзья я думаю что решение будет варьироваться в диапазоне от 100 до 200 миллиардов фунтов дополнительно на в год и если это решение будет анонсировано британская валюта может стать рекордсменом по падению в рамках этой недели моя среднесрочная цель по паре фунт доллар отметка 1 27 индекс доллара 96 92 как и в прошлую среду когда благодаря риторики паула покупателей смогли удержать в американской валюты то же самое произошло и их вчера паула выступил перед банковским комитетом осената и отметил то что американская экономика начала восстановление вся его речь опиралась на сильнейший релиз по роничным продажам роничные продажи как показали статистики вчера выросли на 17 7 процента с спада в прошлом месяце точнее в позапрошлом на 14 7 рекордный прирост по рознице оздоровление потребительской активности это вклад в будущие темпы экономического роста и восстановления также паула отметил что у федрезерва сейчас нету ровным счетом никаких опасений за то что решение американского регулятора продолжать накачивать экономику ликвидностью могут привести к росту инфляции в принципе он развеял все опасения которые присутствовали есть точнее нет причин бояться за инфляцию экономика восстанавливается это видно в основных макроэкономических показателях поэтому трейдеры которые может быть на какой-то негативной риторики готовы были уже активно сбрасывать американскую валюту индекс доллара пересмотрели свою позицию и мы друзья остаемся выше отметки 96 пунктов цель по индексу долларов выше 98 пока все так вот неплохо складывается давайте держать длинную позицию и тем более что сегодня еще у нас будет возможность снова послушать павла уж не знаю будет ли второй день его выступление значимым для финансовых рынков но все же думаю что недооценивать его риторику не стоит выступление назначена на 19.00 по московскому времени друзья на этом собственно все большое всем спасибо за внимание хорошего торговой сессии увидимся завтра